Сегодня я бы хотела поделиться с вами идеями о том, как сделать своими руками ковры. И если вы считаете, что на создание собственного ковра вы уж точно никогда не решитесь, не торопитесь с выводами. А сначала посмотрите мою фотоподборку. Пойдем от простого к сложному. Хочется оживить старый ковер? Не бойтесь использовать текстильные краски. Распечатайте любой нравящийся вам шаблон и обведите его несколькими цветами. Или используйте скотч, чтобы создать трендовый геометрический принт. Одного баллончика краски будет вполне достаточно. Вы можете проделать это даже с изнанки старого тонкого ковра, чтобы менять рисунки по настроению. Для счастливых обладателей частного дома у меня есть суперидея, как своими руками создать уличный ковер, который не намокнет при первом же дожде. Нарисуйте его краской, хорошенько отшлифуйте и загрунтуйте поверхность, разлините ее скотчем и пустите в ход фантазию. Краску выбирайте максимально стойкую, хотя когда ковер немного поживет, он станет еще привлекательнее. Идем дальше. Если у вас есть плотная ткань, рисунок которой вам ну очень нравится, предлагаю сшить из нее небольшой ковер. Для этого посадите ткань на резиновую нескользящую подложку и тщательно закройте срезы. Вашему малышу наверняка придется по вкусу вот такой львиный ковер, на котором можно и с книжкой полежать, и игрушки разбросать. Вырежете из плюшевой ткани силуэт льва, сформируйте объемную голову и набейте ее синтепоном. Не забудьте о гриве с бахромы. Усложняем задачу, но ненамного. Поприветствовать каждого входящего в ваш дом вам поможет вот такой канатный коврик с надписью. Обведите слово канатом, потом еще раз и еще. Повторяйте до тех пор, пока не достигнете желаемого размера. За основу берите уже готовую резиновую подложку. Еще один вариант такого ковра – сочетание каната натурального цвета с неоновыми трикотажными нитками. Сформируйте много маленьких кругов и соедините их вместе при помощи клеевого пистолета и резиновой основы. Имитируем вязанный ковер при помощи разрезанных на полосы старых футболок. Для этого связываем их вместе в длинную нить, заплетаем косу, попутно вплетая ее в уже сформированный круг. Либо используем хула-хуп, натягиваем на него нити основы и переплетаем с ними трикотаж, сочетая разные цвета и украшая помпонами. Для тех, кто умеет вязать крючком, вот похожая на предыдущую идея. Делаем толстую нитку из хлопчатобумажной цветной ткани, берем моток бечевки и начинаем вязать из него ковер обычным способом, только вплетая в него толстую цветастую нить. И последний вариант для самых терпеливых – сплести настоящий габелин. Если решитесь, вам будет не обойтись без рамы по размеру будущего ковра. Вбейте в нее гвозди сверху и снизу, натяните нити основы и плетите, пока не надоест. Хотя по себе знаю, чем объемнее и сложнее проект, тем более долгожданным и желанным будет результат. Успехов вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...